Хануке Здравствуйте! Шаватуха, Гутевох! Сегодня я хочу немножко изменить тему занятий. Поскольку у нас на горизонте очень сильно появилась Ханука, то мы займемся молитвами Хануки. Поскольку в Хануке особых молитв нет, то основная вставка, которая читается каждый раз, когда мы молимся в молитве Шманессера, несмотря на то, что мы не разбирали еще самого Шманессера, но во время брахи, одной из брахов Шманессера, которая называется Хаддао, в моде монах, мы вставляем маленький кусочек Хануки, посвященный Хануке. Давайте я его прочитаю, и мы немножечко разберем некоторые детали. Аль-Ганисим Ва-Ля-Пуркан за те чудеса, и за те избавления, и за те силы, и за те избавления, и за войны, которые сделали Всевышний нашим отцам в их дни в это время. Мы благодарим Всевышнего, кроме тех вещей, за которые мы благодарим его регулярно, мы благодарим еще за вот эти вот вещи, за те войны, которые произошли. Дальше кусочек в Сидуре рассказывает нам о событиях Хануки. В дни Мататьяу сына Иханана Каин-Годеля. Каин-Годель – это первый священник. Хашманай, Убанав, Хашманай и его сыновья. Мы знаем, что было у Мататьяху несколько сыновей, и они возглавили войну, которая произошла с греками. Кшиамда Малхар Ивана Раша, когда царство Ивана, царство нечестивое, греческое, встало на Амеха Исраэль, для того, чтобы заставить их забыть Туэтору, и для того, чтобы убрать их от Твоих законов. Атабрахамиха рабим, Ты в своем милосердии большом, аматалагэмба ацаратам, встал для них во время их несчастья, их беды. Рафтай от Риван, Ты судил их суды, дантаэт динам, судил их. Накамтай от Нахаматам, Ты сделал им пщение еврейское для евреев против грехов. Масарта гибаримба эт халашим, и Ты передал сильных руки слабых, рабимба и атматим, многих руки немногих, тмиимба и аттагарим, нечистых руки чистых, расшоемба и обсадиким, нечестивцев руки наоборот, чистивцев и так далее. А себе сделал спасение и праздник. Поэтому, после этого, когда вошли Твои сыновья, Лидвир, Байтеха, в ворота Твоего дома, Пинойх и Халеха освободили Твой Хайхаль, Твое святилище, храм, Теврой от Мигдашеха, осветили храм, в Едликуны родбаха с родха шеха, и зажгли свечи во дворе Твоего храма, и установили восемь дней Хану Кейти, для того, чтобы Тебе лагадот, и говорить Галель, прославлять Твою имя. Это кусочек, который мы читаем в Хануку, это основная пфила, которая добавляется в Хануку, плюс к этому добавляется еще маленький кусочек, не маленький, а уже более большой кусочек молитвы, Галель, который читается в Хануку, для того, чтобы прославлять Всевышнего. Мы знаем, что чудо Хануки произошло из-за того, что евреи после того, как они вошли в храм и освободили храм от греков, очистили его и так далее, хотели зажечь Минару. И Минару было зажечь невозможно, поскольку для того, чтобы зажечь Минару, это семисвечник, который должен быть в храме, гореть постоянно. Не все семь свечей, но одна из этих свечей должна гореть постоянно. Для того, чтобы зажечь Минару в храме, для этого нужно было шемензайт, оливковое масло, и оливкового масла не было. С большим трудом найден был один горшочек, которого должно было хватить только на одни сутки, на один день, и когда они его зажгли, случилось чудо, его хватило на восемь дней, и за это время евреи смогли изготовить следующую порцию масла и зажечь следующую порцию масла. Таким образом, мы празднуем восемь дней Хануки, который связан с тем, что мы восемь дней, Кодыш Барагу сделал нам чудо, и восемь дней горел горшочек, которого, по идее своей, должно было хватить на один день. Первый вопрос, который здесь возникает, который нужно задать, это зачем нужно было восемь дней для приготовления масла. Приготовление масла – это очень сложный технологический процесс, который заключается в том, что берут маслины, проводят их под пресс, можно прямо вот в тарелку, в миску, нажимаются на них, и оттуда капают масло. Я не знаю, сколько точно нужно было масла для зажжения минары, но масло готовится в течение нескольких минут. Поскольку ему нужно было много, то полчаса, час. Откуда взялось восемь дней, которые евреи празднули, празднуют сейчас, по поводу Хануки, с тем, что восемь дней горел горшочек, для того, чтобы мы могли приготовить свежую порцию масла. Вопрос понятный. Это раз, а два, что означает, что нашли всего один горшок? Мистабер, скорее всего, из общих соображений, в земле Израиля можно было найти все-таки довольно много оливкового масла, и непонятно, в чем была проблема. Когда греки вошли, я начинаю отвечать на этот вопрос, когда греки вошли в храм, то что означает, что они осквернили храм? Они не ломали, не били, ничего не портили в храме. Основная их работа заключалась в том, что они дотронулись до всего, до чего они могли дотронуться. И этого было достаточно для того, чтобы сделать то, до чего они дотронулись, негодной храмовой службе. Причина этого довольно простая. Причина в том, что существует понятие «тагара и тума». Тагара и тума – ритуальная чистота и ритуальная нечистота. Любая вещь, которая находится в Бритмикдаше, в храме, она должна быть ритуально чиста и годиться для храмовой службы, в том числе минора, масло, которое приносится и так далее. Во время, когда ведётся война, любой человек, который участвует в войне, убивает, дотрагивается до мёртвых и так далее, находится в одном месте, в одном шатре с мёртвым и тому подобные вещи, он принимает нечистоту, которая называется «туматмет» – нечистота от умершего. Таким образом, этой нечистоты достаточно, если он сам дотрагивается до того, кто, если человек сам дотронулся до умершего, он становится «таметуматмет» – нечистотой от умершего. Если он дотрагивается до кого-то, то этот кто-то принимает тоже нечистоту. Более низкую степень, но этого тоже вполне достаточно для того, чтобы уже затумить, сделать негодным к потреблению всё, что находится в храме. Поэтому любые вещи, которые находились в храме, в том числе масло, которое там находилось, до него дотронулись греки, участвующие в войне, и тем самым сделали его непригодной к храмовой службе. Когда евреи вошли в храм, они обыскали весь храм и нашли всего один горшок, глиняный горшок с маслом, который был запечатан печатью Коэн-Годеля, первого священника. То есть до него греки не дотронулись. Они могли дотронуться снаружи, но это не делает масло негодным к употреблению для зажения минары. Поэтому нашёлся горшок масла, который можно было использовать. По количеству этого горшка, я не знаю его объёма, сколько он там занимал, но его должно было хватить на один день, и случилось чудо, и он горел восемь дней. Восемь дней были нужны, как мы сказали, для того, чтобы приготовить следующую порцию масла. Но вопрос, который здесь напрашивается, что масло готовится очень быстро. Зачем же нужно было восемь дней? Дело в том, что евреи, которые вошли в храм, они тоже находились в состоянии ритуальной нечистоты, в состоянии тумы. Для того, чтобы очиститься от этого, нужно было пройти специальный обряд, процедуру очищения, технология, которая длится 7 дней, во время которых в третий и в седьмой день надо побрызгать на человека водой, которая смешана со специальным прахом, пары от тумы, красной или рыжей коровы. И поэтому нужно было 7 дней, для того, чтобы человек очистился от своей тумы, которая называется туматной. Поэтому для этого нужно было именно 7 дней, и поэтому на восьмой день было изготовлено масло, они могли зажечь следующую партию масла, и уже минорама была постоянно после этого, потому что были евреи, которые очистились от своей тумы. В связи с этим нам установлено праздник, который мы празднуем 8 дней, 8 дней хануки. У нас существует спор Байдшама и Байдгилеля, спор между разными школами. Как мы зажигаем? По закону мы должны зажечь каждый день, в каждом доме должна быть зажжена одна свечка. Мы приняли закон по Байдгилелю, и зажигаем каждый человек, который живёт в доме, зажигает, мужчина имеется в виду, взрослый, зажигает по одной свечке за каждый день праздника. В первый день одну, во второй две, в последние 8 дней. Таким образом, бывают большие дома, в которых горят сразу много-много свечек хануки, и мы можем увидеть, какой день хануки, посмотрев на эти свечи. При этом мы благословляем 3 брахи, 3 благословления, которые мы благословляем. Первый день, в остальные не по 2 благословления, которые написаны в Сидорах, я не буду их говорить, потому что всё равно вы не запомните, проще посмотреть это в Сидоре и увидеть. Зажигает свечей делается, есть два основных мнения, либо на окне, который выходит в Лершуде Раби, в общие владения, где находится много людей, в Эритис Ройль, в земле Израиля, я имею в виду, либо у выхода из дому, с правой стороны, от выхода из дому, для того, чтобы человек напротив Мезузы, для того, чтобы люди, которые проходили по улице, могли видеть хануки у порода твоего дома. Это два основных мнения, в общем, по-любому из них можно выйти в Ацетте и Дейхава, мнение Хазаныши, мнение Рафа Ильяшева, где правильно зажигать. Когда мы говорим про заграницу, не про Эритис Ройль, а про Хус Ларес, то Икар, суть хануки, прославление свечей хануки, про возглашение праздника, это не наружу, а внутри, там, где живут евреи, поэтому за границей можно зажечь в любом месте, хануки поставить посередине салона на столе и тоже зажечь, тем самым тоже будут выполнены заповеди свечей хануки. Это вкратце несколько законов, я думаю, что большая часть из тех, кто меня слушает, их знает, но на всякий случай мне надо было их напомнить, сказать. Принято, чтобы женщины все время, когда горят свечи, не делали работу. Имеется в виду не как в шаббат, не то, что им нельзя зажигать свет и так далее. Имеется в виду, чтобы они не стирали, не шили и тому подобные вещи, примерно так, как это делается в Рош-Одыш. Свечи должны прогореть примерно полчаса, час после выхода звезд. Есть два мнения, когда зажигаются свечи, либо во время шки, захода солнца, либо во время выхода звезд. Каждый делает так, как ему удобнее, по его мингагу, по его обычаю и так далее. Окей, на этом закон о механике, если нет вопросов, мы закончили. Если есть вопросы, то можно их мне написать, я постараюсь ответить, если это будет возможно. Теперь я хочу задать несколько вопросов. У нас было четыре Галута, четыре изгнания, в которые попал Амисрель. Арба Галуёт, который мы аварны, четыре изгнания, в которых мы были. И все эти четыре изгнания отличаются один от другого. И у меня есть к вам вопрос. Видите ли вы какое-то отличие, которое было в изгнании Хануки по сравнению с остальными изгнаниями? Оно отражено и в той молитве, которую я сейчас вам зачитывал тоже. Чем отличается изгнание Галута, Шельханука, изгнание Хануки от Галута Бавеля, например? Я не могу ждать, пока мне напишут ответ на этот вопрос, поэтому я буду давать сам ответ на этот вопрос. Это изгнание, которое отличается тем, что мы были в изгнании в Галуте у себя дома. Мы не были изгнаны за пределы Эрисисроль, мы находились в Израиле, и вместе с тем это изгнание, это Галут. В последнем изгнании, в котором мы находимся, изгнание Исава, изгнание Рима, в котором до сегодняшнего дня мы находимся, есть элементы всех остальных изгнаний, они перемешаны вместе. Поэтому этот элемент тоже входит в изгнание, которое есть из Исава. Но в остальных трёх изгнаниях Евреи были забраны, да и в Почетвёртом, в общем, тоже, в Рим, в Бавель, в Персию. Но не было такого, чтобы весь Исраиль находился у себя дома, и вместе с тем он находился в Галуте. Это изгнание, которое называется изгнание у себя дома. Греки хитро себя вели, мне подсказывают. Надо только понять, в чём заключалась хитрость греков. Я, в принципе, согласен, греки действительно хитро себя вели. И этим оно отличается. Меня бы интересовало, если бы человек, который задал, я не знаю, в чём здесь вопрос, это ответ, чтобы он подсказал ещё, в чём хитрость поведения греков заключается. Это очень интересный будет момент. Действительно, я согласен с тем, что греки себя вели необычно. И изгнание, которое у нас находится, греческое изгнание, в котором мы сейчас находимся, я имею в виду в Хануку, это изгнание, которое связано с хитрым поведением греков. Нам надо попытаться понять, в чём их хитрое поведение. Тора начинается словами. «Берешит барай лаким эдэшамая вэдгарец». Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Следующий пасук Торы. «Вээрец гайта тоу логу вахошахальпны дгом». «Земля была пуста и нестроена, и тьма над бездной». Говорит Медра Шраба, берейший Сраба, от имени, по-моему, Раиш Лакеша, я не посмотрел, но так мне помнится, что от имени Раиш Лакеша, что этот пасук, второй пасук Торе, второе предложение Торе намекает нам на четыре изгнания, в которых находился Амис Раэль. «Аридзе» – это «Тол», первое изгнание, «Боу» – второе, не вхожу в какие, одно из изгнаний – это Вавилон, «Тол» – это Вавилон, «Боу» – это Персия. «Вэхошихальпны дгом», «Хошихальпны дгом» – это меня просят смотреть в камеру. Хорошо. И что еще? Греки, даже понимая истинность концепции, пытаются свою идеологию навязать. «Хошихальпны дгом» – тьма над бездной, о которой идет речь, это изгнание греческое. Греческое изгнание «Хошихальпны дгом» – тьма над бездной. Говорит Решлакеш, что это изгнание Ивана, которые затемнили глаза Израиля, бэкзиротав, своим экзирот, когда они написали такую экзейру «катвулахэм бэкэрин рашор, эйнлахэм хэлик бээллакэй Исраэль». Напишите вам на рогах у быка, что у вас нет удела вэллакэй Исраэль во Всевышнем Боге Израиле. То есть, хитрость греков заключалась в той экзере, в том распоряжении, которое они высказали, в том, что мы должны написать, я не знаю, что имеется в виду, повесить табличку на рогах у быка, что у нас нет удела во Всевышнем Израиле. Что имеется в виду? Есть несколько комментариев, которые существуют, я скажу один из них, чтобы не входить во много подробностей. Скажу комментарий такой, что Амисраэль, выйдя из Египта и подойдя к горе Синай, получил предложение от Всевышнего, такого невзначайно, не хотите ли вы случайно принять то? Амисраэль ответил, «Наосэ вы не шма, сделаем и услышим». После этого ответа, сделаем и услышим, как известно, мы поднялись на тот уровень, на ту дорогу, на ту мадрегу, на ту ступень, на которой находились и евреи, не евреи, а Адам и Хава, до того, как они ели от дерева познания добра и зла. Амисраэль вышел на тот же самый уровень, в то же самое место. Прошло 39 дней, и Амисраэль изготавливает Эгеля за золотого тельца. Золотой телес, который был изготовлен евреями, золотой телес, который был изготовлен, это шор. Эгель – это шор. И вот изготовление этого шора, этого Эгеля, это привело к тому, что мы опять опустились на ту же ступень, на которой были раньше, или почти на ту же самую ступень, и оказались на том же самом уровне. Я не понял вопрос. Как они могли так просить, греки, если сам Творец говорит, я среди вас евреев? Непонятно. Только я попытаюсь, я думаю, что я понял вопрос, попытаюсь на него ответить сейчас. В тот момент, когда евреи сделали золотого тельца, они опустились и оказались на той же ступень, на которой были раньше. Если во время дарования Тора Амисраэль поднялся, то после золотого тельца он опустился. Два слова буквально надо сказать о золотом тельце, чтобы понять, что там произошло, буквально два слова. Я говорю сейчас по мнению Раби Шимонов, Гемория, Авой Дезойра, которые высказываются, что такое золотой телес. Мне кажется, что я об этом уже говорил, если я не ошибаюсь, на этих лекциях, того, как делался золотой телец. Ну, во всяком случае, я скажу очень коротко, поскольку не совсем наша тема. Вопрос этот действительно непонятный. Народ, который только что услышал две заповеди, две заповеди, которые он получил от Всевышнего лично. Все остальные заповеди были услышаны и переданы через Маши Рабейна. Но две заповеди, а именно, я Всевышний Бог Твой, который вывел тебя из Египта, и не будут у тебя других богов, эти две заповеди Амисрей слышал лично от Творца. После этого они обратились к Маше с просьбой, чтобы Всевышний говорил с тобой, а мы только получали от него. Но до этого все остальные Месвод были слышны только через Маше. Маше работал посредником. Но первые две Месва они слышали сами от Гошема лично. И как они могли после этого нарушить одну из этих двух заповедей, не делая себе других богов передо мной? Как это можно было сделать? Немножко трудно, долго это будет объяснять, поэтому я постараюсь вкратце. Существует такая вещь, как обратиться ко Всевышнему через посредника. Мы знаем, что это запрещено, это идолопоклонничество, об этом я точно говорил. Отсюда возникло понятие Аветка Хавима Мазалот, служитель звездным и созвездиям. Но тем не менее существует какая-то дорога, какой-то уровень, когда человек хочет обратиться к Творцу через что-то, что он воспринимает. Это запрещено, действительно запрещено. Когда евреи находились на горе Синай, нам была дана Тора. Тора – это фактически Мецвод. И мне кажется, что в прошлый раз, когда на прошлом занятии, когда я написал вам, как имя Хакодыш Бурагу, имя Всевышнего Ютка и Вапы, четырёхбуквенное имя, как оно связано с понятием Митсва, что если мы прочитаем это Тору, это имя через один из видов Церуха Тиот, один из видов соединения между букв, который связан с соединением, который связан с Медой Дин, с Медой Суда, то у нас получится, первые буквы заменяются на другие две, и получается буква Мэ Митсади, и вместе это получается слово Митсва. Имя Хакодыш Бурагу, суть его – это Митсва, которая через Меда Дин, через Меру Суда, соединяет нас с Творцом. Первые 26 поколений, которые прошли до дарования Торы, Хакодыш Бурагу Всевышний давал миру пропитание, давал миру существование через атрибут Хесед, через атрибут бесконечного добра. Почему? Потому что ещё не были даны нам Митсвот, не были даны нам заповеди, и мы не могли заслужить своё пропитание, я имею в виду не только физическое, но и духовное пропитание. Поскольку заслуга наша возможна только в том случае, если мы получаем пропитание через Медодин, через по закону. Когда мы что-то делаем, мы заслужили какую-то награду. В тот момент, когда награду заслужить нечем, поскольку заповеди ещё не даны, в этот момент получить награду по Альпидин невозможно. Таким образом, в тот момент, когда была дана Тора, Всевышний раскрылся нам через свою меру, которая называется Медод-1. Все 40 лет, когда евреи находились в пустыне, они управлялись Всевышним через Медод-1, через меру суда. И эта мера суда – это то, что было им открыто. Мера суда раскрывается различными способами. Например, возьмём прямо вот эту недельную фаршу, недельный отрывок, в котором мы находимся. Дельный отрывок, который рассказывается о том, как Иосиф был продан в Египет, как он стал царём в Египте, после того, как он в Шениле был вторым после царя, и после этого к нему приходят все его братья, отец Иаков и так далее. И после того, как Иаков оказывается в Египте, 17 лет Иосиф кормит весь Амисраэль, весь народ Израиля во время дикого голода. До этого Тора начинает рассказ у Иосифа, что Иосифа было 17 лет, когда он с братьями пас скот. После этого 17 лет он прожил с папой и получил 17 лет от папы пропитание. Проходят годы, и Иосиф отдаёт всё, что он получил от папы, он отдаёт папе и всему Амисраэлю обратно. Иосиф – человек, который всю свою жизнь прожил через Медод-1, через Меру Суда, всё, что даже то, что он в детстве получил от отца, он тоже должен был отдать им. Это Медод-1, которая проявилась через Иосифа. Это проявление Меры Суда. И вот Иосиф, когда Иаков благословляет всех своих сыновей, Иосиф он благословляет, называя его Шор – Бык. Каждый из детей Иакова во время благословления уподоблен какому-то из животных, и каждый из этих животных имеет свою Медду, своё какое-то качество, которое присуще этому колену, и таким образом Иаков описывает колено во время своей браке, во время своего благословления. Меда и Сефа – это Шор. Аллей Шор. Вот этот вот Шор, который называется Быком, который соответствует Медод-1. Когда Машир Абейну находился в Египте, он обратился ко Всевышнему с таким вопросом. Акодыш Барву – Творец. Ты управляешь миром, и этим миром ты употребляешь через атрибут, который называется цедок – справедливость. Как может быть, что ты делаешь так, что египтяне убивают детей, замуровывают их в стену, бросают их в реки и так далее? Человек, который согрешил, взрослый человек, мы не видим его авейра, не видим его преступления, но можно себе предположить, что он сделал какую-то авейру, за которую ты его наказываешь. Ребёнок в возрасте нескольких дней, месяца, он не сделал никакой авейру. Всё, что он умеет, – это плакать. Больше он не умеет ничего. Как ты, который является верхней справедливостью, можешь допустить такое, что ребёнка замуровывают живьём в стену египтяне, для того, чтобы лучше стояли города Питом и Рамзес, и использовать их вместо стройматериалов? Это была Кушья-Маше, трудность Маше, которая была Маше не только в это время, это Кушья-Маше, трудность Маше, которая называется Цадик Вэралу, праведник, которому плохо в этом мире. Ответ на этот вопрос составляет всю книга, вся книга Иов, которая написана, 40 с чем-то глав, 43, не помню, или 47 глав Иова, они посвящены этой теме, для того, чтобы ответить на этот вопрос, была написана целая книга. Сейчас мы не будем заниматься ответом на этот вопрос по ряду причин, это займёт у нас остаток наших дней, и можем себе предположить, что если Маше Рабейну так и не достиг полного ответа на этот вопрос, нам тоже будет тяжело это понять. Конечно, мы сможем, но нам будет тяжеловато. Поэтому сегодня мы не будем отвечать на этот вопрос. Но тем не менее, Акодыш Барабу сказал Маше, сказал, что ты судишь не так, как сужу я, ты видишь не то, что вижу я. Поэтому я не могу тебе раскрыть, ломах шватаймах шватейхам на юриде, мои мысли, это не ваши мысли. Но тем не менее, я проявлю тебе, покажу тебе какой-то результат. Я дам возможность тебе спасти одного из этих детей. И Медраж рассказывает, что один из детей был спасён, вытащен из стены и дан Маше на воспитание. Маше знал, что этот ребёнок, скажем так, на нашем современном языке, с тяжёлыми генетическими проблемами, с тяжёлой генетикой, может плохо быть воспитанным. Маше Рабейну – это человек, который воспитал весь Амисраэль. Можно предположить, что он хорошо умел воспитывать детей, и он хорошо старался воспитать именно этого ребёнка. Что вышло из этого ребёнка? Человек, ребёнок этот, имеет имя, будем его называть по его имени, именем, его зовут именем Миха. Так вот этот Миха, он воспитывался в доме Маше и учил Тору у Маше Рабейну. Так же, как дети Маше, учил Тору и знал Тору, трудно себе представить даже лучше, чем мы с вами. Хорошо знал Тору. И вот этот Миха, который был колоссальным Толмитхохом, ещё в Египте, до того, как Тора была дана, нужно понять, что некоторые части Тора им были известны, и они получили их ещё от Адама Решона, некоторые от Авраама Вину, но Тора, шлав на уровне Митсуве в Асе, обязан и выполняем, эта часть Тора была дана на горе Синай. Части Торы – различные кусочки, евреи знали их и раньше. Яков Вин учил Тору у Шема и Уэвера, у сына Нооха и так далее. Так вот, Миха, который был достаточным Толмитхохом, учился у Маши Рабейну, он стал участником такой эпопеи. В тот момент, когда евреи получили разрешение на выход из Египта, все занялись своими делами, нужно было упаковывать чемоданы, решать, сколько можно взять, есть лишний вес, нет лишнего веса, надо нагрузить на осла и т.д. и т.п. Маши Рабейну оказался самым свободным из всего Амисраэля, и он пошел для того, чтобы сделать то, о чем их просил Есеф, который сказал, что когда Всевышний выведет нас из Египта, я вам завещаю, чтобы вы забрали мое тело, мои кости, забрали их и похоронили в Эрецисроле. Маши пошел искать кости Есефа. Это оказалась нелегкая работа. Никто не знал, где похоронен Есеф. Была одна женщина, которая еще помнила похороны Есефа и сказала, что Есеф похоронен, его гроб бросили в реку Нил. Маши Рабейну пришел к Нилу и пытался каким-то образом достать этот гроб, найти его, у него не получалось. Тогда Машин взял дощечку, на которой написал «Але Шор» «Взойдет бык» и бросил эту дощечку в Нил, и всплыла эта дощечка вместе с гробом Есефа, и Маши забрал тело Есефа с собой и похоронил его в городе Шхеме. И я захития удостоился молиться на могиле Есефа. Сегодня это не самое правильное времяпрепровождение, впрочем, когда я там молился, там тоже не надо было молиться. В тот момент это достаточно опасно и так далее. В дальнейшем эта могила была в начале последнего шлава Интифады полностью разрушена, там погиб солдат во время обороны этой могилы. Но Шхем — это не самое удачное место для Амисраэля. Так вот, Есеф был забран Маши Робейну, а дощечку с надписью Аллашор взял с собой Миха. И эта дощечка прошла через рассечение моря и дошла до горы Синай. И она находилась у Михи в тот момент, когда Амисраэль слушал заповедь «Лои Елаха и Аллахима Херим не будут у тебя других богов». Миха хранил эту дощечку всё это время. И когда Маши задержался и не спустился вовремя с горы Синай, то Миха собрался вместе с теми, кто хотел создать золотого тельца. И когда золото полетело в костёр, вместе с этим золотом в костёр полетела дощечка Аллашор, и оттуда вышел бык. Медраж говорит о том, что во время, когда евреи проходили через Ямсух, через море, и в то время, когда они стояли в горе Синай, последняя служанка, которая была не еврейская служанка, египтянка, которая вышла вместе с ними из Египта, она видела откровение Всевышнего больше, чем в дальнейшем было показано одному из самых крупных пророков Ихискеля. Ихискель – это пророк, на основе пророчества которого основано объяснение, и вы, наверное, слышали, такой вещь, как Кабала. Кабала делится на две части, условно, естественно, очень. Маасэ Берешит и Маасэ Меркова. Действия Берешит, действия творения, то, как Всевышний, наука о том, как Всевышний творил мир, и наука о том, как Всевышний управляет миром. Вторая часть называется Маасэ Меркова. Действия Колесницы. Ихискелю было показано Меркова, Колесница, каждая часть которой отражает определенный способ, которым Всевышний воздействует на этот мир. Колесница состоит там из колес, из того и всего, из пятого и из десятого, я не буду сейчас объяснять, что это все означает. Гемора в трактате Хагига частично отвечает на этот вопрос. Это высшая степень ангелов, даже немножко выше, чем просто ангелы, которые управляют миром на самых высоких уровнях. И наверху, на самом верху этой колесницы, к этой колеснице находится какое-то существо, состоящее из четырех лиц. Одно лицо человека, это лицо Яков Авина, его мы оставим в покое. Три остальных лица, два из них нам тоже сейчас не нужны. Это лицо орла и лицо орла и льва. И последнее изображение лицо, это лицо быка. Четыре этих атрибута, человек это отдельное, остальные три атрибута, это основных три изображения, которыми Ехискалю были открыты, три основных атрибута, которыми Всевышний управляет этим миром. Атрибут бесконечного добра, атрибут суда и атрибут милосердия. Шор, бык, это был атрибут, который являлся атрибутом суда, который раскрывался в этом мире в тот момент, когда они вышли из Египта, в тот момент, когда они получали Тору, поскольку получение Тора влекло за собой возможность получить альпидин какую-то награду по закону и альпидин какое-то наказание. До сих пор Медад-1, мера суда, в мире практически раскрыта не было. Я сейчас не хочу входить в те кушьет, которые трудности, которые вы можете поставить и правильно поставить, если кому-то это пришло в голову, то вы абсолютно правы, что мы знаем, что Ицхак Авинов, тоже ему Всевышний раскрылся бы Медад-1, мерой суда и так далее. Но всему поколению основная Меда, которая была раскрыта этому поколению, основное качество, которая была раскрыта поколению, которая вышла из Египта, поколению, которому была дана Тора, это поколение получило раскрытие Творца в виде атрибута суда. Этот атрибут суда в колеснице Ихискеля отображается в качестве изображения быка. Поэтому то, что они хотели, когда они делали золотого тельца, они хотели с помощью мифи, с помощью той таблички, которую сделал еще Маше Робейну, они хотели «лагарит эт шор мимо асе меркава», они хотели спустить быка из колесницы. То есть они хотели тот атрибут суда, который управлял ими в пустыне, который раскрылся им в пустыне, они хотели его приблизить к себе, спустить его, чтобы через него легче было общаться с Творцом. Это было авейра, преступление, которое было сделано, очень легкое преступление. Но тем не менее, преступление это было сделано, и золотой тельце, о котором мы говорим, это авейра, которая была сделана Амисраэлем, за которой они опустились до того уровня, что они утратили то, что у них было раньше, они перестали быть на уровне Адама Ришона, до того, как он ел от дерева. Сейчас. А связана пустыня с Медад-Дин? В пустыне пустынно, плохо, что-то слышал? Да, пустыня связана с Медад-Дин. Ты правильно слышал. Больше сказать что-то очень трудно на эту тему. Пустыня – это действительно Медад-Дин, и Медад-Дин, потому что пустыня – это то место, где была дана Тора. Тора дана, основная часть Торы, которая дана, это Асара, Диброд, 10 речений. Диброд – речения. Происходят слова Мидбар – пустыня, давар, Мидбар – пустыня. Слово Лидабер, говорится на иврите, происходит тоже от слова Мидбар – пустыня. Дибур, через которое даются заповеди, речения Всевышнего, через которое даются заповеди, могут быть даны только в пустыне, которая свободна от любого гашмиуса, от любого материального. Это пустыня, она Мидбар, в ней нет ничего материального, это пустыня. И в связи с этим в ней наиболее ярко отражается Медад-Дин, в ней тихо, поэтому в ней можно услышать Всевышнего на физическом уровне. Поэтому только в пустыне могла быть дана Тора, в том месте, которое свободно от всего материального. Наиболее свободно в этом мире, я имею в виду, поскольку Тора должна была быть именно в этом мире. Так что пустыня действительно связана с Мидад-Дин, с мерой суда. И вот мы получили Тору и раскрыли Мидад-Дин Всевышнего, эту Миду, это качество Всевышнего, и они хотели это качество максимально приблизить себе, для того, чтобы через это качество Лидабек прилепиться, как у Дашбургу, ко Всевышнему. Тем не менее, несмотря на то, что их кавана была лошем шамаями, все было замечательно, тем не менее, это было засчитано как Авеира, не как Авойда Зойра, не как Едлопоклонничество, но это было засчитано как Авеира, как преступление, и Ами Сраэль за это было очень сильно наказано. В дальнейшем просто Дериха Гав, я не думал, что я сегодня буду говорить именно про Золотого Терца, но раз так получилось, то в дальнейшем, через много времени после этого, когда Шлома Амеллах умирал, то его царство было разделено на два царства, и так это продолжалось до всю эпоху Первого Храма. Царство Игуды и Царство Исраэль. Десять колен находилось в одном царстве, и два колена в другом. Царство Игуда, в нем находился, в его уделе находился Бейтмикдаш, Вирушалайме, и в Бейтмикдаше, в храме мог сидеть только один человек, каждое поколение. Это человек, который является потомком царя Давида, является царем из династии царя Давида. Остальные люди в храме могли только стоять и не сидеть. Поэтому царь Исраэля, когда приходил в Бейтмикдаш, в храм, он вынужден был стоять, в то время, как другой царь сидит. И он боялся, что это вызовет революционную ситуацию, что к нему будут относиться с меньшим ководом. И таким образом, в Израиле появился запрет, в царстве Исраэль, появился запрет на то, чтобы евреи ходили в Бейтмикдаш, в храм. И евреям стало запрещено приходить в Бейтмикдаш, в храм, и тогда был построен, чтобы чем-то это возместить, был построен еще один храм. Храм, который... Не видно что там. Ой. Храм, который... Меня просят перевести слово ковод, почитание, почесть, слава. То есть я сказал о том, что из двух царей один мог сидеть, второй не мог сидеть, поэтому тот, который должен был стоять, для него это была бгия, для него это был некий удар по его славе, по его уважению. Его переставали уважать. Поэтому, из-за того, что он терял уважение, он сделал указ, по которому евреям было запрещено приходить в Бейтмикдаш в храм, и для того, чтобы каким-то образом компенсировать евреям это, был построен еще один храм, в котором было установлено две статуи быков. Это было... Руководил всем этим снова Миха, человек, который уже пытался один раз создать локарист Шорма Масомерхова, спустить быка. Он сделал это вторично. Он думал о том, что первый раз это было неудачно, и на второй раз они смогут сделать это более удачно. На Махдура, Басра, вторая попытка. Вдруг это получится более удачно. Егемора говорит о том, что... Медраж говорит о том, что когда жертвы каждого из этих храмов поднимался их дым кверху, то они вот так вот переплетались между собой и шли наверх вместе, и запах от этих жертвоприношений достигал Всевышнего Соединенного. То есть был внесен бган, изъян изначально в жертвоприношения, которые происходили делались тогда в храме, который находился в Шилоп. То, потом в Верушалайме... Не, не в Шилоп, в Верушалайме. Почему в Шилоп? В Верушалайме. В Верушалайме я оговорился, извините. И вот вторая попытка, тоже, как мы знаем, была неудачной. Но, тем не менее, две эти попытки, лагарит шорми Масомерхова, показывают нам немножечко в другом разрезе то, что произошло. Это не была попытка создать идола, это была попытка обратиться к Всевышнему, соединиться с Творцом через тот атрибут, который Всевышний раскрывал. Тем не менее, за это было наказание. Это наказание, что мы упали обратно до того состояния, до которого упали Адам и Хава после того, как ели от дерева познания. Почти до такого. Некое изменение у нас осталось, но почти до этого состояния. Если раньше мы находились на уровне почти ангелов, Адама и Хава до того, как они ели от дерева познания. И вот греки издают указ. Напишите у вас на рогах быка. Бекерин гашо. Вы сделали эгель-назагав. Вы сделали золотого тельца. Знайте, евреи, что теперь вы утратили свою мадрегу, свой уровень, свою ступень, которая называлась Исраэль, Ишар-кэль, прямо ко Всевышнему. Если, получив Тору на горе Синай, вы поднялись на ту мадрегу, на тот уровень, на ту ступеньку, которая соответствует прямой связи между человеком и Творцом, то сегодня у вас этой связи нету. Вы ее почти сразу же утратили. Вы такие же, как мы. Вы ничем не отличаетесь. А то, что сказано в Танахе о том, что они бекербеха, я среди тебя, это относится к тому состоянию до того, до этого. Это неправда. Но это была таана греков, и это было их зыра. Это было их распоряжение. Распоряжение это шло в области всего нескольких запретов, которые они сделали. Мы знали, знаем, что против греков восстания подняла семья, которая называется семьей Хашманаим. Хашманаим. Я напишу сейчас это слово, я только не знаю, как мне сделать так, чтобы я напишу, и расшифрую его. В слове Хашманаи есть несколько мест. Я отдельно, кругом, у меня один кафломастер одного цвета, показываю два из этих слов. Сейчас я вам покажу их. Здесь написано, я не знаю, как вам видно, здесь написано слово Хашманаи, начинается со слова Хэт. Хэт – числовое значение слова Хэт, Гематрия его, восемь. Оно намекает на восемь дней Хануки. После этого написано слово Шэмин. Шэмин – это масло. Оно намекает на то чудо, которое произошло с маслом. Лэмайса – это фамилия тех, кто поднял восстание против греков. Но в нем так случилось, что в нем зафиксированы несколько вещей. Кроме этого, Шэмин, кроме того, что это показывает, что это масло, кроме этого, это цифра Шмона – восемь. Таким образом, здесь восемь дней Хануки, и здесь восемь дней Хануки отражены. Мы еще вернемся к вам, с вами к цифре восемь. Она нам потребуется. Но пока я хочу, еще сейчас мне потребуется вам показать эту бумажку, хочу расшифровать ее. Наши Хазаль открыли нам, что в имени Хашмонаем изложены все кзерот, все распоряжения, которые были сделаны греками на евреев. Первое распоряжение – это запрет на благословление Нового Месяца. Буква Хэт – это слово Ходыш – благословление Нового Месяца. Второе – Шаббат, это Шин – Шаббат, это запрет на соблюдение Шаббата. Третье – Мем – это Мила. И четвертое – Нун и Юд вместе – это Нида. Запрет на соблюдение ритуальной чистоты семьи. Вот я написал, вот я написал так, чтобы это было как-то видно, сейчас вы увидите через некоторое время, может быть, уже видите, я не в курсе. Так вот, Хэт – с этого начинается слово Ходыш. Ходыш – это благословление Нового Месяца. Мы разберем подробно, почему именно эти запреты сделали греки. Второе – Шин – Шаббат, запрет на соблюдение Шуботы. Третье – Мем – Мила, запрет на делание обрезания. И четвертое – Нун и Юд вместе – Нида – это запрет на соблюдение чистоты еврейской семьи. Таким образом, есть всего несколько запретов, всего несколько кзерот, которые издали греки, которые во втором посоке книги Берешес отображаются словами Катвулахем, Алькерен, Гашор, Эйнлахем, Хелек, Белек, Кей, Исраил. Напишите, что у вас нету дела. Все остальные митцвот вы можете соблюдать в Гезунтергеи на здоровье, сколько вам хочется. Есть всего четыре митцвы, которые мешали грекам. Теперь нам надо попытаться увидеть, что именно в этих четырёх митцвот мешало грекам, и после этого увидеть, как это связано с конфликтом между греками и евреями. Это, вероятно, нам придётся эту лекцию разделить на две, для того, чтобы часть из неё мы могли разобрать внутри самой Хануки в следующий, и он решил. Начнём со второй из них – Шаббат. Почему со второй? Потому что легче понять какие-то вещи, которые связаны с Субботой, с Шаббатом. Шаббат. Что мешало грекам в Шаббате? Кодом Коль. Для этого надо понять, что такое для нас Шаббат. Это более сложно, чем что мешало грекам. Что мы празднуем, когда мы празднуем в Субботу? Шесть дней работы, и делая всякую работу, день седьмой – Ла Гошем. Что, почему? День седьмой нельзя делать работу, надо отдыхать. От чего отдыхать? От 39 видов работ, которые мы делали, когда строили мешкан, когда строили шатёр соборный. Те 39 видов работ, которые необходимы для того, чтобы мир существовал, от них мы отдыхаем в Шаббат. Я сейчас не буду, естественно, входить в Валахот Шаббат, в законы Шаббата, и объяснять, почему каждую из них нельзя делать. Это не наш вопрос сегодняшний, может быть, значительно более важный и более интересный, но я не этим занимаюсь сегодня. Так вот, евреям нельзя было соблюдать Шаббат. Что мешало грекам в Шаббате? Что мы празднуем? Что мы говорим, когда делаем? Что мы говорим, когда делаем? Спасибо за напоминание. Действительно, у нас сегодня уже начался понедельник, уже ем в Шини, потому что уже был заход солнца, ты прав. Так вот, что мы делаем сегодня, когда мы, что мы показываем, когда мы празднуем Шаббат? Первое, первое, что мы делаем? Мы показываем о том, что мир создан для работы, первые шесть дней. После этого, работа – это не цель. Существует какая-то цель. Существует шесть дней творения, которые сделаны для Шаббата. Шесть дней недели, которые существуют для Шаббата. Шесть тысячелетий существования мира, которые существуют для седьмого тысячелетия, шабатнего тысячелетия. Алам-Газе, который существует как коридор, который мы должны пройти, отработать то, что нам нужно, и войти в Алам-Аббат. Существует мир Авойды и мир Схара. Мир работы и мир получения награды за ту работу, которую мы сделали. Шаббат – это отдельный мир. Мир, который существует, мир награды. Мир Схара, мир минухи, отдыха от той работы, которую мы сделали. Мир сделан для того, чтобы… Это мы евреи говорим, не греки пока. Мир созданный для того, чтобы мы здесь сделали какие-то вещи, и мы являлись компаньонами Гакодыш-Баруху для того, чтобы завершить этот мир. Всевышний Благословен Бюдетон создал этот мир незавершенный и несовершенный для того, чтобы мы могли получить награду за то, что мы помогаем ему доделать этот мир. Привести мир, доделывать его не надо, наверное, я плохо их сказал. Привести его к тому состоянию, ради которого он создан. Он не создан, он не находится в этом состоянии. У него есть цель. Это то, что мы превозглашаем, когда мы соблюдаем субботу. Это суд Шаббата. Шаббат, суть его, означает, что существует отдельный махалах, отдельный путь, отдельная совершенно, отдельная вещь, мир награды. То, для чего он создан. Не мир, когда мы должны пахать, сеять и так далее. Совершенно очевидно, что этот мир ненормален по своей природе. Мы его таким сделали, когда ели от дерева познания добра и зла, и когда потом много-много-много еще каких-то вещей сделали. Как говорил кто-то из Хазаль о том, что я ни разу не видел оленя, который должен сшить себе одежду или пахать поле для того, чтобы заработать себе, чтобы вырасти пшеницу и спечь себе хлеб. Ему хочется кушать, он наклоняет голову и кушает. Все, у него растет трава. Человек для того, чтобы сделать что-то в этом мире, он создан для авоиды. Эта авоида – это работа, это не только физическая работа, чтобы заработать определенную сумму тысячи долларов в месяц, а потом проесть, пропить и так далее. Работа имеется в виду Авата Дхашем, службу Всевышнего. Человек создан таким образом, что он не может находиться в постоянном отдыхе. Это неверно. Но существует минуха от этой работы. Это цель, для которой создан мир. Это то, что мы провозглашаем, соблюдая шаббат. Здесь мы сталкиваемся с греками. Потому что философия греков – это философия совершенно иная. На следующем уроке мы будем немножко касаться от того, как она могла возникнуть и что это такое. Но философия греков, ее суть состоит в том, что греки утверждают, что мир создан завершенным и совершенным. Он стопроцентно все время крутится и делается таким образом, что этот мир созданный, в нем все готово, все завершено, все совершенно. Этот мир самый совершенный из возможных миров. Поэтому именно в этом мире не нужно ничего завершать. Когда вы, евреи, говорите о существовании шаббата, то в этой ситуации вы говорите о том, что в этом мире есть изъян, есть несовершенство. Это неверно. Если вы помните греческую философию, которую мы учили в школе хотя бы немножко, то суть этой философии заключается в том, что мир завершен и совершенен. Совершенство человеческого тела и так далее. Это Олимпийские игры, это философия. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Когда мы провозглашаем наш шаббат, то это означает, что мы говорим о том, что мир не завершен. И таким образом мы наносим удар по их философии. Поэтому первая экзера, которая была сделана, это вы, евреи, не правы, и вы не можете утверждать незавершенность и несовершенство этого мира. Мир в том виде, в котором он есть, он готовый, завершенный и так далее. Мы вернемся к этому еще через несколько минут. Вторая экзера, которую они создали, эта экзера называется мила. Запрет на обрезание на бритмилу. Зачем создан... Что мы делаем, когда мы делаем бритмилу? Лымайса этот вопрос неоднократно задавался. И в Медраше Танхума Евгиморий Недорим рассказывается, как этот вопрос задавал человек по имени Турмус Рупус, рабе Акиве. Он спросил, немножко в другой интерпретации, но вопрос тот же самый. Что важнее для Всевышнего и что приятнее для Всевышнего? То, что Маосе и Дей Гошем, то, что делает Творец, или то, что делает человек. И рабе Акива знал, что Турмус Рупус имеет в виду обрезание. Он понимал, что вопрос должен быть сформулирован немножко иначе, но суть не изменится. А именно, что если вам, евреям кажется, что Акодыш Барагу хочет, чтобы еврей был обрезан, то почему он не создал человека обрезанным, хотя бы только евреям? Зачем нужно сделать так, что человек создан с этим кусочком кожи, который можно отрезать на восьмой день? В чём смысл этого? Тебе надо Акодыш Барагу? Что тебе? Есть что-то для тебя невозможное? Ты хочешь что-то сделать? Так создай это. Лымайса – это тот же махлокис, тот же спор между греками и евреями, который касался субботы. В чём состоит спор? В том, что греки провозглашают, что человек совершенен, завершён, его теле не надо вводить никаких изменений. Оно идеально, оно совершено. Приходят евреи и говорят дудки. Человеческое тело сделано таким образом, что мы, евреи, должны его доделать. В нём есть изъян, и этот изъян, который мы должны ликвидировать. Это конфликт не просто между какими-то мелочами, это конфликт двух философий. Философия греков, которая говорит, что мир завершён, и философия евреев, Торы, которая говорит, что мир бокована изначально, а Акодыш Барагу сделан незавершённым для того, чтобы мы, евреи, его завершали. Поэтому с самого начала, после того, как человек родился, мы должны прийти к тому, что этого человека нужно доделать. Поскольку он от рождения не завершён, поэтому мы должны его завершить, доделать. И поэтому восьмидневном возрасте мы вносим его в брит, в завет между человеком и Всевышним. И одно из вещей, которое показывает этот завет, этот завет показывает, что мы признаём то, что мы являемся шутофим, компаньонами Акодыш Барагу в завершении этого мира, и начинаем с себя. Ребёнок с самого начала должен пройти эту процедуру. Это брит мило. Следующая вещь, вернёмся к началу. Буква «хэт» переводится, расшифровывается, как слово «ходыш». «Ходыш» — это новый месяц. Как устроен еврейский календарь? Мы это уже немножко обсуждали, когда говорили, была лекция про Рожешану, про Новый год, но в двух словах мне придётся повторить. Еврейский месяц — это лунный месяц. Существует несколько месяцев. Каждый месяц — это цикл, когда луна появляется в виде месяца, потом растёт, 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 становится круглой, уменьшается, становится опять месяцем, и потом пропадает, и тут же рождается новый. Вот этот момент, когда она пропала и родилась новой, этот момент называется Рожешодыш — Новый месяц. Каким образом он не ква, каким образом он устанавливается? Двое свидетелей, которые увидели рождение новой луны, они приходят в Бейзин и сообщают, что они видели, как появилась луна. Бейзин проводит их опрос, выясняет, видели ли они или видели, им показалось, может быть, это была туча, ещё что-то. После того, как выясняют, что они действительно видели луну, то Авбейзин говорит «Микудаш», месяц освящен, после этого весь народ повторяет «Микудаш», который там присутствует, и с этой секунды начинается новый месяц. Если такое случилось, что свидетелей опрашивали очень долго, или же что свидетели очень долго доходили до места назначения до Иерусалима, например, увидели они в Тель-Авиве, и пока не дошли до Иерусалима прошло много времени, то Новый месяц не успевает осветить вовремя, освящает на завтра, и Новый месяц становится завтра. При этом, я сейчас не буду входить в детали, но при этом меняется природа вещей. То есть, что мы говорим? Мы говорим о том, что ход времени зависит от нашего поведения здесь. Это ещё одна вещь, которая на греков произвела впечатление, такое же, как красная тряпка производит на здорового быка. Они были категорически против этой идеи. Почему? Вся та же самая идея. Что вы, евреи, говорите? О том, что природа, Тева, которая существует, она зависит от нашего поведения здесь, от поведения человека в Нижнем мире, дудки. Это никогда в жизни. Этого не может быть. И это то, против чего они восстали, поэтому это ещё одна вещь, против которой была издана кзэра. Кзэра распоряжение на освящение Нового месяца. Было запрещено говорить вот это слово Микудаши. Свидетели наказывали за то, что они шли, для того, чтобы сообщить о рождении Нового месяца. Последняя кзэра, которая существует, это буква Нун, Нида. Нида – это запрет на супружескую близость и на запрет на тагара и туму, нечистота и чистота, запрет на появление в храме и ведение каких-то вещей, связанных с храмом, выутворью и так далее, для женщины в определённый период времени. Этот запрет тоже был издан и было запрещено соблюдать чистоту еврейской семьи. Прежде всего, став технический вопрос. Каким образом можно было издать такой закон, и каким образом можно было запретить людям соблюдать законы Ниды? Вроде бы, как это такая очень индивидуальная вещь, чего хотят дома, то и делают. Очень просто. Закрывались Микваот, закрывались Миква. И окунуться в Миква – это был целый балаган, практически невозможно сделать, потому что за окунанием Миква, Миква закрывались, разрушались, и за окунанием были определённые экзерот. Мы знаем, что подобные вещи в Советской России тоже существовали, Миква закрывались и так далее. Халаха говорит о том, что если существует синагога, есть община, и в общине есть одна сайфертора, которую они считают понедельник, четверг и субботу. Если есть одна женщина в этой общине, которой нужно окунаться в Микву, то можно и нужно продать сайфертору для того, чтобы построить Микву, для того, чтобы эта женщина могла принять Микву вовремя. То есть законы неды – это законы очень важные и запрет, очень серьёзный запрет. И вот это ещё одна вещь, против которой восстали греки. Лымайса, смысл этого восстания абсолютно тот же самый, смысл конфликта. Что вы, евреи, говорите? О том, что существует природа, и существует природный цикл, который существует у каждой женщины. Вы утверждаете, что этот цикл несовершенен, и часть этого времени у женщины один статус, а часть – другой статус. Таким образом, вы, евреи, жидовские морды, вы восстаёте против законов природы. И таким образом, это восстание против законов природы нужно отменить, нужно запретить вам это делать. Что говорят евреи? Евреи говорят, что Нида является клалой проклятии, которую получила Хава из-за того, что она ела от дерева познания добра и зла, и потом дала Адаму, и он тоже ел от дерева познания добра и зла. Это вещь, которая является... Через неё можно соблюдать много митцвот, много заповедей с ней связанных. Это вещь, которая является результатом того, что по природе из того, что получилось Нида, должно было на самом деле произойти ребёнок, должно произойти человек. Этот человек не родился, он умер. В результате вместо ребёнка получилось то, что получилось. Таким образом, если человек умирает, у него есть тума, у него есть состояние нечистоты, тумы. Поэтому Нида имеет нечистоту тумы, которая связана с тем, что потенциально у неё была возможность родить ребёнка, а в результате она этого не сделала. Это то, что мы провозглашаем. Понятно, что таким образом мы как бы восстаём против законов природы, и Баене и Иваним в глазах у Греции, это такое нельзя выдержать, такое нельзя перенести, это четыре кзейры, которые были против вам, Исраиля. Я хочу лисакэм, то, что мы сказали, то, что мы назвали, и потом нам надо попытаться понять, почему именно в этот период, и вообще что происходило в это время, и как евреи с этим боролись, и так далее. Таким образом, сегодняшний урок, в общем, в основном, был для того, чтобы задать некоторое количество вопросов, для того, чтобы в следующий урок мы могли дать некоторое количество ответов. Давайте не сакэм, сделаем секунд, подытожим то, что у нас произошло. Галут Ивана, галут Греции, как мы сказали, это галут особенный. Кто-то мне написал в записке, он не представляется, поэтому я не могу сказать, кто, написал в записке, что этот галут, который связан с тем, что греки были очень хитрыми. Хитрость греков заключалась в том, что галут Греции стал галутом философии греков против философии Тора. Восстание против философии Торы со стороны философии Плутона и Аристотеля. Это достаточно высокий, высокий достаточно махлокис, и спор, и нам надо его попытаться разобрать, и мы уже начали этим заниматься. Первое, что отличало греческий галут, это то, что галут был только духовный, а не материальный. Мы находились на территории своего дома, в Эрис и Сроиль, нас никто оттуда не выгонял, мы спокойно могли продолжать жить там. Единственное, что нам надо было жить, как все народы, спокойно, по-человечески, ассимилироваться, стать немножечко греками, и, как мы знаем из истории, довольно много народу таки, да, превратилось, в греках, эллинизировалось. И это была основная проблема, которая была во времена, когда мы столкнулись с евреями и греками. Второе, что произошло, это то, что это духовный галут, который у нас был, он выражался в том, что греки хотели «легахших» затемнить, превратить в хоших, в тьму. «Эйне Исраэль», «глаза Израиля», «своей кзейрой», «своим распоряжением напишите на рогах у быка, что у вас нету большего дела в Боге Израиля». Кавана, смысл этого, что после того, как вы, евреи, сделали золотого тельца, вы перестали быть Исраэлем, вы превратились в такой же народ, как все остальные народы, то есть вы утратили прямую связь со Всевышним. Эта прямая связь со Всевышним делала вас не лучше и не хуже других. Она давала вам возможность каким-то образом воздействовать на этот мир. Сегодня этого воздействия нет. И сегодня мы видим, что мир существует под тем же законам, по которым он был создан изначально. У евреев был спор между Аристотелем и Плутоном. Мир был создан, появился сам по себе, или он был создан каким-то общим абсолютом, чем-то общим, единым началом, Всевышним. Им не мешала сама идея того, что он был создан Всевышним. На эту тему у них были споры, но эта идея не та идея, которая им мешала. Нихай будет так, нихай будет так, что Всевышний создал этот мир. Но! Он создал этот мир и зарядил в этот мир законы природы, по которым этот мир существует. И никакого изменения внутри законов природы больше нет и быть не может. Существует постоянная планка, существует Е равно МС квадрат, существует все, что мы знаем и чего мы не знаем, и ничего другого не существует. Он совершенный, завершенный, совершенный, совершенный, и не надо в нем ничего менять. И это изменение, оно является не просто неправильным, а оно мешает существованию мира. В связи с этим греки создали несколько кзэрот, которые, распоряжения, которые были против соблюдения Тора. Всего четыре кзэры, которые состояли в запрете соблюдения Нового Месяца из-за того, что идея кидуш, оходыш, освящения Месяца состоит в том, в той брахе, в том благословлении, которое, когда мы молимся, мы говорим каждый праздник. Боруха Таашем Микадеш Исраэль Вагазманим Благословленный Всевышний, который освящает Месяца и Исраиль. Исраиль, у него есть возможность у народа Израиля освящать Месяца. В зависимости от нас Месяца освящаются. Если бы сегодня у нас не было календаря, который освящен Аморой по имени Елель много лет назад, на все последующие годы Аксов Галам до конца дней, если бы этого кидуша не было, кидуша оходыш, то сегодня у нас бы не было того календаря, который устроен так, как он устроен сегодня. И это то, что мы говорим, что от того, как мы ведем себя в этом мире, от этого зависят законы природы, в том числе время, против этого восстали греки. Второй запрет на шаббат. Шаббат показывает, что мы говорим о том, что этот мир незавершен и несовершенен, и мы должны совершенствовать этот мир и привести его к результату. Это второе, против чего восстают греки. Мир закончен, совершенен, завершен, в нем все хорошо, нету такого иньяна, такой сути, как другой мир, мир награды. Есть только один мир, в котором мы находимся. Мила. Бритмила показывает, что даже тело человека, созданное совершенным и незавершенным, нам надо усовершенствовать, доделать это тело. Тот же самый клаль, то же самое правило, и то же самое восстание. И, наконец, последняя Нида, которая показывает, что существуют в природе такие вещи, которые существуют и сурвегетер, можно и нельзя, и это зависит от законов природы, природа установлена в соответствии с этим запретом и разрешениями. Нет, такого нету, говорят греки, есть запрет на соблюдение и сурвегетера, запрета можно и нельзя. В следующий раз мы должны более подробно разобрать истоки этого Махлокиса, как он произошел, и как евреи с ним боролись. Ханук и Самех, зажигайте ханукальные свечи, чтобы у вас было хорошей хануки. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok